Доброе утро, мои дорогие. Бабочки летают. Красота. Что вам хочу сказать. Привез мне Костя ноутбук Алинкин. И там оцифрованные видео наших путешествий за столько лет. Ну, пока я с этим сама не разберусь. Я вам сняла там, ну, чтобы не утомлять плохим видео. Ну, там минуты три, наверное, просто вот мы в Финляндию ездили. И самое главное, там Алинка попала. Она очень не любила сниматься. А тут на несколько секунд сняли её. Вот. Ну, и просто какая вот заснеженная Финляндия. Показать вам. Потом сейчас у меня Марина приедет с сыном. Я думаю, что Саша мне поможет разобраться с этим делом. Если сделаем видео, потом я вам выложу. Вот. А пока так вот. Буквально чуть-чуть. А я уже столько вот видео снимала. И это уже, ну, уже в течение, не знаю, наверное, 12 лет последних. Я уже и забыла, что там Алинка была. И как увидела, у меня руки затряслись. Вот. Ну, не поделиться с вами я не могу. Так что посмотрите, помучитесь. Немножко там, да, там минутки три, наверное. Вот как хорошо, да, что была такая возможность снимать на видео. И хоть вот так, хоть чуть-чуть теперь, хоть где-то раз. И увидеть ее живой. Не на фотографии. Конечно, я все перерою. Видео очень много. У меня еще и Мурманск отвезли. Не отцифрованных дисков много. Повытаскиваю ее. Отовсюду, откуда можно. Хоть какая-то память. Да. Ну, ладно. Опять день. Опять дела. Надо опять ехать на почту. В аптеку таблетки у меня все позакончились. Да, вот. Да и надо сегодня до моря дойти. А то все, мальчишки уехали, и море перестало существовать для меня. Ладно, надо идти делами заниматься. Да и приедут у меня сейчас буквально на днях. Надо вымыть комнаты. Приготовить все. В общем, короче, дел не в проворот. Сейчас даже и нет времени заниматься ни цементом, ни украшениями. Вот так, мои хорошие. Быстро. Контина. Контина. Во всех журналах вот есть фотографии этого дома. Гостиница. Вот и Алинка попала. Она же не любила сниматься. Ой, представляете? Пишет мне Анечка Бушуева. Она уехала из Мурманска, не знаю, лет шесть назад, может, в семь уже. Работали вместе они с Костей, с Алинкой. Вот пишет, приехала в Мурманск, хочу Калинке на могилку съездить. Так, у меня, по-моему, ветка обвалилась. Вот. Вот сейчас опять пишут, что поехали с Региной на могилку к Алине. Девчонки, вот подружки, Даша, Света съездили. Там Костя съездил, могилку всю там разровнял. Ну, сделал, как положено. Они приехали, цветочки посадили. Ой. Подружки у нее, вот, настоящие. Мы уже с Алинкой пять лет не живем в Мурманске. Понимаете? А они помнят, не бросают. Ой, спасибо вам, девчонки родные. Как можно таких людей не любить, а? Вот это да! Ветка обрушилась. Она была уже надломленная. Сливы много. Ой-ой-ой. Надо разбирать безобразие. Хорошо не на голову упала. Тут еще вот висит такая же, еще больше. Вон что творится. Я слышу, что-то зазвенело, грохнуло. Конечно, дерево старое. И вот что еще, мои дорогие. Вот у меня вернулись в Бандероли. Галочка Зароченцева из Башкирии. И Шапочкина Евгения Дмитриевна из Питера. Я уже говорила в каком-то видео, но что-то не отзываются, не пишут мне. А я боюсь отправлять, потому что, думаю, может быть, девчонки на дачах живут. Сейчас. Пожалуйста, вы откликнитесь, и тогда я вам отправлю. Напишите мне ВКонтакте, что ли, или в комментариях. Ну, лучше ВКонтакте. Вот. А если не будете пока откликаться, значит, пусть они полежат. И тогда я вам их отправлю, когда вы откликнетесь. Ну, просто не хочется. Деньги платишь, а потом они возвращаются. Вот. Хорошо. Жду я прямо от вас ответа. Как соловей лет. Шарфик у меня ведь лежит. Украина. Город Ровно. Карповец Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна. Может, найдете, может, кто-то поедет в Крым, может быть, через кого-то передать. А то ведь лежит, ждет. Может быть, кто-то знает Татьяну Николаевну. Может быть, она сама не смотрит сейчас. Может быть, кто-то передаст ей. Город Ровно, улица Шухевича. Дом 8, квартира 36. Да, скажи, Кабась, как хорошо вечером. Ой, жара спадает. Прям хоть дышать можно. Что-то ты прям исхудал. Какой-то бока вывалились. А, чего? Чего? Сейчас я в магазин съезжу, да? Да, мой хороший. Сейчас. А то и молочка тебе нет. Что-то я так посмотрела. Да ладно, вот прям пугливый такой. Такое солнце прям какое-то нагло-рыжее. Ну что, мои дорогие, всем спокойной ночи. И пусть завтра будет лучше, чем сегодня. Не болейте, пожалуйста. Не грустите. Все будет хорошо.